МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Свободное время» мы расскажем о том, что такое трофи-рейд, как проходят загородные гонки на внедорожниках и какой шмурдяк берут с собой водители. Об этом мы поговорили с Сергеем Паченко, организатором трофи-рейда в Омской области. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дмитрий. Сколько бензина сжигаете за одну поездку? До 150 литров. Неплохо. Давайте там продолжим. Начнем с самого простого. Что такое трофи-рейд? Что это за гонки? И гонки ли это вообще? Это гонки на внедорожниках формата 4х4 по пересеченной местности, преодоление спецучастков, коротких спецучастков, длинных спецучастков, кольцевых гонок по истории. То есть выдается история экипажа, и они двигаются по этой истории. Кто составляет эти маршруты? Почему вы выбираете такие места, например, как Муромцевский район? Нельзя где-нибудь поближе это сделать? Здесь рельеф не подходит? Да, районы разные у нас. Просто выпало как бы на Муровский район, чтобы приблизить место проведения к другим регионам. Допустим, Новосибирская область. Два экипажа приедут с Новосибирска на наш чемпионат. Ну и, соответственно, третий этап у нас как бы подразумевает таежные места. Таежные места у нас либо Тара, либо Муромцева. Как проходит гонка вообще? С чего она начинается? То есть организаторы дают старт, выдают маршруты. Ну вот вкратце расскажите, что делают на трассе, на спецучастках водители и штурманы? Начнем сначала. Человек решает участвовать согласно тех регламентов, которые придуманы РАФом, там Российской Автомобильной Ассоциации по трофи-рейдам. Согласно этого регламента определяется, в какой класс попадает автомобиль. То есть может быть стоковый автомобиль, вот как с завода производителя он вышел, там ставится, допустим, грязевая резина, и этот автомобиль может участвовать в безлебедочном классе в нашем чемпионате. Делает заявку, на техкомиссии его определяет, в какой он класс попадается, согласно своего автомобиля подготовки. После старта, в зависимости, если старт будет разделен по классам, либо по временному ограничению, то есть через каждые 15 минут, чтобы не было столпотворения, допустим, если все берут первую точку, вторую, третью и так далее. Стартуют участники и, получается, на точках они приезжают, подъезжают максимально ближе к спецучастку, выходят из машины, делают фотофиксацию, доказательство, что они были на этой точке. Ну, то есть там флажок какой-то стоит обычно? Там стоит номер, допустим, точки, на каком-нибудь колышке и так далее. Он берется одной рукой за номер, второй рукой берется за корпус автомобиля. Штурман производит фиксацию, фотофиксацию, и экипаж проверяет, все ли видно на фотографии, садится дальше автомобиль и двигается к следующему спецучастку. Какие препятствия на трассе? Это бугры, какие-то подъемы, лужи, грязь, может быть, даже есть реки небольшие какие-нибудь. Есть такое? Да, и водные препятствия, и триальные точки с элементами триала, перевороты и так далее. Все в зависимости от подготовки автомобиля для них и делаем трассы. То есть если это спортивные автомобили, для них максимально сложно делаем. Если это туристические, простые автомобили, то для них делаем, чтобы они вернулись, как говорится. Вот расскажите как раз о подготовке автомобиля. Что нужно сделать с машиной? Да, с машиной, в принципе, ничего не надо делать. Если она подготовлена, если жидкости поменены, допустим, потому что после каждого этапа жидкости меняют экипажи, потому что попадание воды в агрегаты может привести к поломке серьезной. Приведу пример, допустим. Приехал экипаж с Новосибирска на третий этап прошлого года, на 24-часовую гонку в тайгу. Выиграл все, все классы, грубо говоря. Прошел три класса. Он пришел, заявился, у нас был класс сток. Вот они приехали на простой Ниве, на простой резине Нивовской и выиграли чемпионат. То есть это не важно, какая машина, грубо говоря. Главное, какой экипаж. Если у них слаженная работа. Но все же многие вкладывают деньги, причем достаточно денег в подготовку машины. Например, лебедка. Хорошая лебедка наверняка не стоит тысячу рублей. Ну да, хорошая лебедка очень дорого стоит. И трос хороший, потому что надо синтетический трос, чтобы во время эвакуации лебедкой не произошло обрывание троса металлического, потому что он может принести ущерб и окружающим, и автомобилю. Конечно, финансовые трудности несут. Допустим, для подготовки спортивного автомобиля, только подготовки спортивного автомобиля к участию. Практически, вот, допустим, есть экипаж Миши Пелевина, ему обходится в 100 тысяч рублей для подготовки чемпионата. То есть каждый год он примерно по 100 тысяч вкладывает? Да, по 100 тысяч, грубо говоря, вкладывает. А большой ущерб наносит этап для автомобиля? То есть вы приезжаете с этапа и сразу сайлентблоки менять, железки менять, масла, ну масла это понятно, вы об этом сказали. Но вот для подвески, например, для коробки, для салона даже, все равно грязь летит вовнутрь. Большой ущерб получается? Ну, если голова на плечах, то автомобиль в форме возвращается. То есть всегда есть варианты доехать до данной точки по более простому пути. То есть если ты заехал, просто я там супер джипер там и так далее, заносишься на все деньги, конечно, ты не уедешь оттуда. А если ты с головой там, если опять же повторюсь, что у тебя штурман грамотный, не сломя голову несется, да, поехали туда там, все там, все ровно. То есть если ты доверяешь своему штурману, то ты обязательно приедешь целый и невредимый. На ваш вкус, когда интереснее ездить? Летом или зимой? Ну, конечно, летом. Зимой, ну, зимой, конечно, чистая машина всегда, но летом тепло посидеть у костра, потому что зимой как бы световой день короткий, соревнования короткие. То есть начало и конец, там в пять часов уже, грубо говоря, любая гонка заканчивается. Вот. Конечно, лето. Лето это замечательно. Ну, не жалко машину вот в грязь толкать? Постоянно агрегаты все в таком напряжении. Не жалко? Ну, это хобби, как, не жалко, потому что, грубо говоря, она и для этого и приобретена. Вот. И поэтому сидеть ее, сделал, поставил ее в гараж и ходить вокруг нее, обтирать ее, тоже смысла нет. Не для того. То есть, да, есть там люди, которые строят, там, и пять миллионов, там, потратил на машину, а никуда не ездить, это невозможно, и там, ломать и так далее. Трофи рейд – это испытание для техники или, в первую очередь, для людей? Трофи рейд – это испытание команды. Команда – это и автомобиль, команда и пилот-штурман. Одно целое. Да, это одно целое и неделимое. То есть, как вы подготовили автомобиль, так вы доехали до финиша. Как вы слаженно работаете, понимаете друг друга, быстро реагируете на ту или иную ситуацию. Эти выезды, они обычно случаются в выходные дни. Не жалко после рабочей недели два дня потерять на то, чтобы вот просто где-то за городом, без удобств, уставать, ездить. Не жалко просто тратить выходные дни? Не жалко. Когда приезжаешь в соревнования, вот ты как организатор, то есть ты должен все предусмотреть, эвакуировать экипажи, которые остались там, допустим, где-то далеко, привезти их в лагерь, подумать, как они… То есть собрать базовый лагерь, убрать мусор после себя. И когда ты приезжаешь, у тебя этап состоялся, ты просто чувствуешь просто офигенную усталость. И я не знаю, слова благодарности, если все получилось, конечно, есть там разные мнения, но слова благодарности просто перешкаливают все. Все, усталость, потерянные деньги и так далее. Когда этап проходит, допустим, вот по телевидению, где-то на видео в интернете, зрители видят, как напряженные водители штурмуют высоты, грязь летит кругом. Что происходит в лагере, например? Как ночь переживают водители? Вот я такой пример приведу. К вечеру жарят шашлыки или чинят машины? Ну, кому надо починить машину, конечно, чинят машины, а потом же опять же собираемся все у костра, грубо говоря. А кому не надо, жарят шашлыки. То есть просто отдыхают, рассказывают, как это было интересно там или как преодолевались те или иные точки. Ну, просто все переживания там, вся жизнь, грубо говоря, пролетела перед глазами, когда там, допустим, берешь высоту там от костной скала там 15, а 70 сантиметров, ну, 70 градусов, грубо говоря, ну, это адреналин зашкаливает. И вот выброс эмоций вот этих всех потом как бы обсуждается, расслабляются и готовятся к поездке домой. Люди, которые туда приезжают, это некое братство или это все равно соперники в большинстве? Нет, это братство. И братство такое, что даже байкерам позавидовать можно. Ну, что тебе надо, ты спроси там в лагере, и тебе все дадут все. Дадут, чтобы отремонтировать автомобиль. То есть нет такого, что типа, не-не-не, сейчас вот я ему дам масло, а он меня объедет. Такого не случится. Нет, нет, у нас нету такого, вообще даже близко нету. То есть, если кому-то нужна помощь, даже в гражданской жизни, даже не в соревновании, на форуме пишут и, допустим, я застрял там там-то, там-то. И едут люди и помогают там, и вытаскивают совершенно безвозмездно. То есть, у нас как бы вообще очень сплоченный коллектив. Обычно автомобилисты желают друг другу ни гвоздя, ни жезла. У вас в тусовке есть какое-то такое собственное пожелание? Честно говоря, даже вопрос в тупик. Ну, чтоб шмурдяк не подвел, наверное. Что такое шмурдяк? Шмурдяк – это оборудование в автомобиле, там, допустим, лебедка, тросы, траки, хайджеки, лопаты саперные. Ну, вот весь шмурдяк, который собирается на поездку.